Библейский портал экзегет.ру представляет 42 глава Иезекииля. Читаю свой перевод с небольшими комментариями для библейского портала Экзегет. Мы в храмовом комплексе, который Иезекииль видит в Визении. И непонятно, когда и где он будет построен, потому что в реальности 14 лет как разрушен храм, когда он это видит. И новый пока совершенно никто не собирается строить. Отстроят потом, но не совсем по этому описанию. До сих пор такого храма на земле нет. И Иезекииль описал в 40 главе, как устроены ворота, проходы внутри. В 41-й, как устроено, собственно, внутреннее святилище. 42-я продолжает экскурсию, причем больше всего внимания Иезекииль уделяет подсобным помещениям, что кажется странным. Затем он, загадочный спутник, архитектор Смерной Тройства, который проводит его по всей этой конструкции, затем он вывел меня во внешний двор через северные ворота и подвел к зданию, которое было расположено за площадкой, напротив строения с северной стороны. Входы в здание были с северной стороны. Само оно было в 100 локтей длиной, в 50 локтей шириной. Оно находилось между площадкой в 20 локтей во внутреннем дворе и возвышением внешнего двора. То есть есть внутреннее святилище, внутренний двор вокруг него, и еще внешний, который окружает внутренний. Комнаты были расположены в три ряда друг над другом. Это уже мы читали, подобное в предыдущей главе. Перед комнатами был проход шириной в 10 локтей, длиной в 100 локтей. Вход комнаты был с северной стороны. Верхние помещения были у уже нижних, а вокруг храма наоборот, потому что часть пространства занимал проход. Они шли в три яруса. Таких колонн, как во дворах, там не было, и помещения там были чем выше, тем уже. Стена, которая отделяла это здание от внешнего двора, была в 50 локтей длиной. Помещения по периметру внешнего двора тоже протянулись на 50 локтей, и перед храмом 100 локтей. Снизу был проход в эти комнаты, с восточной стороны, с внешнего двора. Я даже не пытаюсь себе это все представить в деталях, хотя есть люди, которые пытаются, находят иногда противоречия в этом тексте, иногда не вполне понимают, что это было. Важно, что ему невероятно важна вся эта детализация. Другое здание с такими же помещениями находилось к югу от пустого пространства. Перед ним был такой же проход, как и перед помещениями с северной стороны. Сами они были такой же длины и ширины, были точно так же устроены, с такими же входами. Они были расположены с южной стороны. Войти туда можно было через проход, который шел вдоль стены на восток. Он сказал мне, помещения, которые с северной и южной стороны выходят на открытое пространство перед храмом, освященные помещения. Там священники, которые приближаются к Господу, могут есть самые священные жертвоприношения. Туда они относят самое священное. Хлебные приношения, жертвы за грех и жертвы повинности. Это святое место. Священники, войдя туда, не должны выходить на внешний двор, пока они оставят там одеяния, в которых служили. Это священные одеяния. Пусть они переоденутся, и тогда выходят к народу. Вот у нас первое внятное описание ритуала, который в этом храме должен происходить. Мы отмечали, что до сих пор они ходят как риэлторы по этому храмовому пространству. Вот пустой дом стоит, только что построенный. Но можно померить площади, замерить, какие там потолки высокие, какие где окна. Все это подробно описать, что они и делают. И вот, наконец, они обсуждают, что в этом храме происходит. Смотрите, не жертвоприношения. А зачем их обсуждать? В законе Моисеевом все про них сказано подробно. Иезекииль не будет пересказывать все подряд. Но он обращает внимание на что? Что вот есть особые помещения в храмовом комплексе, куда входят только священники, чтобы есть там священные жертвы. То есть часть жертвоприношения сжигалась, часть отдавалась священникам, как, собственно, их пропитание. И вот они должны это делать в особом месте, в особой одежде. И выходя наружу, они должны эту одежду оставлять там. Вот Иезекииль очень заботит границы между священным и обычным. Он всячески ее подчеркивает. Ворота, стены, пороги – это его предмет первого внимания. И ритуалы, которые отделяют обычное от священного. Когда он закончил измерять все внутри храма, то вывел меня наружу через восточные ворота и стал измерять наружный периметр. Мерные трости он измерил в восточную сторону. Всего по трости выпало 500 локтей. То есть это где-то 250 метров. Мы локоть не знаем, как считать обычный. 45 примерно сантиметров. Или этот священный, он 60 скорее. Он измерил мерные трости северную сторону. Всего по трости вышло 500 локтей. Он измерил мерные трости южную сторону. Всего по трости вышло 500 локтей. Повернув к западной стене, измерил ее мерные трости. По трости вышло 500 локтей. Да, он абсолютно квадратный, прямоугольный. Этот храмовый комплекс. Со всех четырех сторон он измерил эту стену, отделявшую от обычной земли священный участок. 500 локтей длиной и 500 шириной. Границы, границы, границы. Ставятся границы священного и простого. Они измеряются, они точно определяются. Это и по пространству, это и по ритуалу, это и по одеяниям. Нельзя смешивать эти вещи. Вот, собственно, главный смысл этой главы из Икииля. Ну, а дальше будет чуть-чуть более подробно описано, а как вообще все это должно использоваться, этот самый храмовый комплекс. 43 главе.